МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошее настроение. Как бейчане встречали весну и провожали зиму. Задержали на кассе. Разменять двухтысячные дубли на настоящие рубли не вышло. Завтра зазвучат сирены, а затем прогремят взрывы. В Бийске начали готовиться к возможному паводку. Сценарий может быть непредсказуем. Обо всем по порядку расскажем в самом начале выпуска. Итак, мы начинаем. Мест хватит на всех. Сегодня в Бийске обсудили, где и для кого развернут пункты временного размещения граждан в случае прихода большой воды. Снег с городских улиц почти сошел, из-за чего складывается обманчивое впечатление, что паводок в этом году Бийску не грозит. Однако сами спасатели уверены, март еще может преподнести сюрпризы. А потому расслабляться еще не стоит. Так что места в пунктах временного размещения должны быть рассчитаны из максимального уровня затопления. В зоне возможного затопления, а как возможно, живых домов попадает 1247, население 3671 человек, 5 участков местности автомобильных дорог, 15 километров, мост 1, социально значимых объектов 9. Ориентируются спасатели и чиновники на печальный опыт 2014 года. Если за пять лет район Старой Зеленки обезопасили дамбой, то вот Заречье и Сорокино по-прежнему под возможным ударом стихии. Пункты временного размещения рассчитаны более чем на 3500 человек. В случае возможного паводка разместятся они в четырех школах Кадетской, 20-й, 33-й в Сорокино и 9-й в Заречье. Проверить готовность учебных заведений намерены уже на этой неделе. Ряд замечаний к организации пунктов уже имеются. Так, например, в ходе предыдущей проверки оказалось, что предоставленные тонометры не рабочие, да и на питание эвакуированного населения не было конкретной раскладки. Так, в кадетской школе, где планировалось разместить уголок матери и ребенка, сейчас работает библиотека. И найдется ли там место для пары раскладушек, нужно тоже проверить. В целом же чиновники признали, что планируют минимальный подъем воды в реке. Так что до массовой эвакуации дело, скорее всего, не дойдет. Хотя здесь прогнозы делать очень сложно. Погода может быть непредсказуемой. Так, уже в ближайшие дни синоптики передают потепление до плюс 10 градусов. А между тем, вскрытие рек в этом году специалисты прогнозируют в первой декаде апреля. То есть в десятых числах плюс-минус пять дней. Уже сейчас в Алтайском крае начали закрывать ледовые переправы. В некоторых местах, где натоптаны тропы, установлены запрещающие аншлаги. Сотрудники МЧС предупреждают, выходить на лед опасно. Его структура пористая и толщина порой бывает очень обманчивая. Так что во избежание несчастных случаев лучше вообще не выходить на лед. Наиболее хрупкое покрытие на правой, самой солнечной стороне. По прогнозам синоптиков, уже через месяц возможен ледоход. Отметим, что в прошлом году лед тронулся 11 апреля. Примерно в это же время ледоход ожидается весной этого года. Главное, без паники. В Бийском районе, на реке Бия, в поселке Мальцево-Курья, прогремят взрывы. Жителям бояться нечего. Это плановые подготовительные работы перед весенним паводком. Закладывать взрывчатку подрывники из воинской части из Олейска начнут уже на следующей неделе. Во избежание затора специалисты ежегодно проводят работы по рыхлению льда. Причем подрывные работы ведутся всегда в одном и том же месте. В поселке Мальцево-Курья Бийского района. Там русло Бии наиболее узкое, никаких протоков и обходов. Если не взрывать лед, то в Одессе, Верховьев просто некуда будет деться. И река может выйти из берегов и подтопить рядом стоящие деревни. Отметим, что для проведения работ из воинской части города Олейска на следующей неделе прибудет группа подрывников. Как нам стало известно, в общей сложности для проведения взрывных работ будет использовано 600 килограммов тротила. А уже завтра в Алтайском крае заводят сирены в нашем регионе. Причем во всех городах и районных центрах будет проводиться проверка систем оповещения. Итак, проверять автоматизированные системы централизованного оповещения начнут с 11 часов 35 минут до 12 часов 15 минут. Начнется все с запуска электричных рен во всех городах и районных центрах региона. В главном управлении МЧС России по Алтайскому краю напоминают, что прерывистое звучание сирен на протяжении трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны и означает «Внимание всем». При этом следует включить телевизионные приемники на программу «Россия-1» в аналоговом вещании. Проводное радио или «ФМ» радиоприемники, переключив их на радиопрограмму «Радио России». И прослушать сообщения главного управления МЧС России по Алтайскому краю или органов управления ГО и ЧС муниципальных образований. Добавим, что первая волна паводка ожидается в середине апреля. Дубли на рубли в Бийске сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая в крупном магазине хотела разменять двухдублевую банкноту банка приколов. Однако настоящие рубли бийчанка так и не получила. И сейчас этой историей занимаются полицейские. В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов женщина утверждала, что никакого преступного умысла у нее не было. Она даже и не знала, что в руках у нее не рубли, а дубли. Так это на самом деле или нет, предстоит выяснить полицейским. Уже назначена проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. В том числе предстоит установить, как эта книжная закладка оказалась у бийчанки. После будет принято соответствующее процессуальное решение. Добавим, что в нашем городе это далеко не первый случай. Неоднократно дубли даже попадали в инкассаторские сумки. Однако здесь кассир оказался очень бдительным. Итак, в эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Блины, чучело и хорошее настроение. Как бийчане встречали весну и провожали зиму. Расскажем далее. Готовимся к юбилейной гонке. В Бейске состоялась лыжная эстафета на призы городских СМИ. АЭС «Финанс». Сбережения по 13,95% годовых. Сроком от одного месяца до пяти лет. Достойное будущее и помощь молодым. АЭС «Финанс». Когда есть цель, но путь к ней долг и сложен. Есть простое решение. В КПК «Зенит». Сбережения по 13,95% годовых. У нас все просто работает. Итак, вы смотрите информационную программу «Будни». И мы продолжаем. Проводили зиму в русских традициях. В эти выходные в разных районах города проходили масштабные масленичные гуляния. Главной площадкой праздника традиционно стал Петровский бульвар. Однако не менее красочное представление увидели жители района АБ. Подробности расскажет моя коллега Алена Кисеева. Ей слово. Этой ночью сей нас с тобой тайна окружала. Этой ночью сей я с тобой просто погуляла. Бичане официально сказали зиме до новых встреч. Поймать настроение праздника в последний день масленичных гуляний было легко. По весеннему теплое солнце, яркое красочное представление, которое устроил торговый двор «Аникс», совместно с предпринимателями города и молодежным центром Родина, стали настоящим подарком для горожан. Гости отметили, что в этом году праздник в районе АБ получился еще интереснее, чем обычно. Очень нравится. Просто очень нравится. Нынче лучше, чем в прошлый год. Я каждый год хожу, мне нравится. Так и хочется поприплясывать. И стою, и приплясываю. Уже вроде и студно в таком возрасте приплясывать. Молодежь должна плясать. А не удержишься. Удержаться на месте на этом празднике весны и правда было очень сложно. Провожали зиму бичане задорно, с песнями и плясками, вспоминая русские традиции. Возможность проявить себя и показать свои способности была дана каждому. Я скакала на метле, я летала на метле. Только вчера посмотрела фильм «Мастера Маргарита». И поэтому сегодня так удачно проскакала на этой метле, просто пролетела. И получила замечательный приз. Подушку для моего хандроза. Спасибо большое. Замечательный праздник. Пока одни плясали, другие участвовали в различных мастер-классах и играх. Дети соревновались в ловкости метания веника, веселой дуэли с попаданием меча в обруч и других забавах. Взрослые тоже не стояли на месте. На площади работала ярмарка алтайской продукции. Но если кто проголодался, мог поесть свежеиспеченных ароматных блинчиков и выпить чашечку согревающего чая. Хороший праздник, конечно. И погода хорошая. Солнышко светит, самое главное. Все хорошо. Спасибо за такой праздник. Деткам очень нравится. И нам тоже. По русской традиции масленичные гуляния завершились хороводом и сжиганием чучела. Причем такого оригинального способа проводов зимы в Бича они наверняка еще не видели. Давайте все вместе. Гарри, гарри, ясно, чтобы не погасло. Нам всегда хороводы нравятся. Мы просто вообще вот так нравятся хороводы. И как масленицу подожгли прям так. Вау, здорово. Замечательный праздник. Очень яркий финал. С сжиганием чучела масленицы получилось. Оригинально, интересно, спасибо. Вот так ярко бичане встретили весну в районе АБ. Бодрым настроением и с улыбкой на лицах. Теперь осталось сохранить их до следующих масленичных гуляний. Алена Кисеева, Сергей Дородских, будни. Все для любимых. В Бейске прошел семинар интенсив. Дети из малообеспеченных семей оригинально поздравили своих мам и бабушек с первым весенним праздником. Два пряничка для любимой мамочки в рамках семинара прошло несколько мастер-классов. Первый по приготовлению вкусных подарков для родителей. Дети вырезали из теста фигуры в виде сердец, цветов, звезд. Затем выпекали их в духовке. Полученные пряники они украсили разноцветной глазурью. Второй мастер-класс организовали для взрослых. Женщинам рассказали, как нужно ухаживать за кожей рук и лица, а также как правильно наносить макияж. Кроме того, несколько счастливец ушли с мероприятия в новом для себя образе. Им сделали окрашивание волос, стрижку и укладку. В промежутке между мастер-классами для детей было организовано научное шоу. Профессор Пирожков делал ароматную газировку, криво-попкорн и мороженое жидким азотом. А дети пробовали приготовленные сладости. Добавим, что мероприятие организовано Центром социального обслуживания населения при поддержке бийских предпринимателей и волонтеров. В конце всех женщин поздравили с праздником весны, подарили им цветы, открытки, приготовленные детьми пряники и, конечно же, море улыбок. Мероприятие направлено на укрепление детско-родительских отношений, улучшение семейной атмосферы. И это очень важно, потому что не так часто родители, ввиду работы и занятости своей, могут уделить свое время детям. И к новостям спорта. Бийские лыжники, можно сказать, поставили точку. Сезон завершен. В нашем городе состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам на призы городских СМИ. Желающих побороться за места на пьедестале почета, даже несмотря на праздник, было более чем достаточно. Спасибо, что вы присоединяетесь каждый год к этому мероприятию. Много вижу знакомых лиц. Всем удачи, легкой лыжни, успехов, хорошего настроения. Соревнования на призы городских СМИ в нашем городе проводятся вот уже на протяжении 89 лет. В следующем году будет дан старт юбилейный. Добавим, что изначально эта лыжная эстафета, которая проводится в котловане лесопарковой зоны АБ, была организована редакцией газеты «Бийский рабочий». В последующие годы к проведению подключились другие печатные СМИ. Желающих побороться за награды меньше не становится. Причем на лыжню встают как ветераны спорта, так и молодые спортсмены. Для последних это возможность проверить свои силы в преддверии более крупных стартов. Не только строим, но и производим. Материал-строю-сервис. Огромный выбор бетонных и железобетонных изделий. Всем клиентам сезонные скидки. Производство бетонных и железобетонных изделий начинается здесь. В огромном помещении находятся все составляющие будущего раствора и бетона, которые тщательно перемешиваются на современном оборудовании. Затем бетон поступает в цех. Колонны, плиты пустотные, дорожные, кольца, крышки, сваи, лотки и многое другое. Все это собственное производство. Бийская компания «Материал-строй-сервис» уже давно работает в строительной отрасли. Контроль качества ведется на всех этапах производства. Бетонные и железобетонные изделия соответствуют ГОСТу. В компании имеется большой автомобильный парк. Если вам нужны плиты или колонны, но вы не можете их забрать самостоятельно, то здесь вам готовы помочь. Доставят сколько надо и куда скажете. Компания «Материал-строй-сервис» гарантирует высокое качество продукции по приемлемым ценам. Сейчас всем клиентам сезонные скидки. «Материал-строй-сервис» не только строит, но и производит. «Материал-строй-сервис» Что ж, это все на сегодня. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятного завершения этого вечера. И будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. И мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бист мой город», а также на канале YouTube. Всего доброго, счастливо, пока еще увидите. Редактор субтитров А.Семкин